МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь об этом и не только. Подробнее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Национальный банк может вернуться к вопросу снижения ставки рефинансирования до конца года. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Тарас Надольный. Напомню, ставка рефинансирования 18 октября была снижена до 11% годовых. Это стало восьмым снижением величины с начала года. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомельская область в этом году перевыполнила план по вводу жилья. За 9 месяцев построено более 5000 новых квартир. Введено в эксплуатацию без малого 400 тысяч квадратных метров общей площади жилья. Это почти 102% к годовому заданию. Около 20 тысяч квадратных метров социального жилья планируют создать до конца года за счет технико-экономической помощи Китая. Квартиры, а их планировалось возвести более 410, получают в первую очередь социально незащищенные категории граждан. Это дети-сироты, инвалиды, семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Больше всего в этом году построены домов и квартир в Гомеле, Мозырском, Жлобинском и Светлогорском районах. На их долю приходится почти 75% от объема жилья, введенного в строй в регионе. Продолжение темы. Белорусы неактивно строят жилье с использованием механизма адресного субсидирования, предусмотренного указом номер 240. Об этом рассказал начальник управления жилищной политики Минстру и архитектуры Александр Горваль. Пишет Белта. По его мнению, относительно небольшое число обратившихся за субсидиями связано с тем, что банкам и населению нужно время на адаптацию к новому механизму господдержки, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Напомню, по указу номер 240 получить субсидии на жилье могут те же категории, что имели право на льготы и раньше. Исполком с учетом состава семьи, жилой площади в собственности определит максимальный размер кредита и адресной субсидии и примет решение о субсидировании. Размер субсидий на уплату части процентов для семей с тремя несовершеннолетними детьми будет равняться ставке рефинансирования плюс 2%. С четырьмя и более несовершеннолетними детьми ставки рефинансирования плюс 3%. С тремя и более детьми до 23 лет, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ставки рефинансирования плюс 2%. Семьям с четырьмя и более детьми основной долг будет погашен на 100%. С тремя совместно проживающими детьми в возрасте до 23 лет на 95%. Детям-сиротам на 35%, молодым семьям при рождении одного и двух детей на 10 и 20% соответственно. К другим новостям. В Беларуси зарплаты бюджетникам планируется повысить уже в этом году. Соответствующий документ находится на рассмотрении в Совмине. Прибавка коснется в первую очередь низкооплачиваемых категорий работников бюджетного сектора. В среднем планируется увеличение выплат на 7%. Но окончательные цифры будут рассчитаны индивидуально. При этом для выхода на среднюю зарплату в 1000 рублей нужно повышать эффективность реального сектора экономики. Напомню, последнее решение правительства по поддержке бюджетного сектора – это рост ставки первого разряда с 1 сентября с 31 до 33 рублей. Продолжаем выпуск. Меры государственной поддержки семей, воспитывающих детей, продолжат совершенствоваться. Уже нарабатывается очередной пакет предложений. Об этом заявила министра труда и социальной защиты Ирина Костевич. Передает корреспондент Белта. Сейчас в Беларуси существует 11 видов пособий для семей, воспитывающих детей. Их получают более 550 тысяч детей. В масштабах страны это около 30%. В 2015 году появился новый инструмент – семейный капитал. Кроме того, в этом году начали пошагово совершенствоваться механизмы поддержки молодых и студенческих семей, родителей, детей, инвалидов. Кстати, родителям, которые ухаживают за ребенком-инвалидом и получают соответствующее пособие, предоставлено право работать на условиях неполной занятости, не более половины ставки или выполнять работу на дому. Законом усилена социальная защита семей, воспитывающих детей-инвалидов, а также семей, в которых сами родители являются инвалидами. Так, возможность получать пособие и трудиться позволит родителям детей-инвалидов повысить уровень дохода своей семьи, а также выработать страховой стаж для назначения трудовой пенсии. Также им предоставлено право на пособие по уходу за ребенком-инвалидом и в случае получения ими пенсии либо ежемесячной страховой выплаты от Белгосстраха. К другим темам. Первым регионом, который определился со списком населенных пунктов, в которых будут действовать льготные условия работы индивидуальных предпринимателей и предприятий на селе, стала Гомельская область. Напомню, президентский указ номер 345 о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания предусматривает, что с 1 января следующего года индивидуальные предприниматели и предприятия смогут на льготных условиях осуществлять на селе розничную торговлю в торговых объектах, на торговых местах, на рынках, на ярмарках, заниматься общественным питанием, оказывать бытовые услуги. Кроме того, для ИП предусмотрены послабления при работе в общепите или оказании бытовых услуг в малых городских поселениях. Это поселки городского типа и города со средней годовой численностью населения от 2 до 10 тысяч человек. На каких же льготных условиях будут работать ИП и юрлица? Обороты по реализации товара в работе услуг населения в малых населенных пунктах освобождаются от налога на добавленную стоимость. Далее. Прибыль от реализации товара в работу услуг облагается налогом на прибыль по ставке 6%. Доходы от деятельности, уменьшенные на сумму налоговых вычетов, облагаются подоходным налогом с физлиц по ставке 6%, если получающие их предприниматели являются плательщиками этого налога. И еще ставка единого налога за месяц для ИП, являющихся плательщиком этого налога и осуществляющих деятельность насилия или малых населенных пунктах, признаваемого объектом налогообложения единым налогом, составляет всего одну базовую величину. И освобождаются от налога на недвижимость, земельного налога, арендные платы за земельные участки, находящиеся в госсобственности. Напомню, под президентский указ не подпадает розничная торговля автомобильным топливом, механическими транспортными средствами, прицепами, ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и камней, а также бытовые услуги по техобслуживанию автомобилей. И последняя новость выпуска. Гомельская область лидирует по количеству включенных в хозяйственный оборот объектов коммунальной собственности. За 9 месяцев хозяева обрели 333 таких сооружения. Часть объектов была продана с аукциона. За 9 месяцев фонд «Гомель облах имущества» организовал и провел их почти 90, в том числе 35 с установлением начальной цены в одну базовую величину. На торги выставлялись более 170 объектов коммунальной собственности. У нас продаются объекты только с аукционных торгов. Есть еще такие способы, как безвозмездная передача под инвестиционный проект, но продажа осуществляется с аукционных торгов. В текущем году за 9 месяцев продано с аукционов 68 неиспользуемых объектов, в состав которых вошли 116 зданий и сооружений отдельно стоящих. Это также является первым местом среди областей, как по количеству, так и по отдельному весу реализованных на аукционных торгах объектов. Сейчас «Гомельщина» не только имеет лучший показатель в республике по количеству объектов, получивших вторую жизнь. Она единственная, кто выполнила свыше 50% от годового плана. Этот показатель у нас составил 67%. Всего до конца года в хозяйственный оборот надо вовлечь почти полтысячи объектов. Достаточное количество объектов приобретается под производство. В принципе, есть еще объекты, на которых располагаются торговые объекты и сферы услуги, а также в настоящее время достаточное количество объектов реализуется под жилье. Вся необходимая информация размещена на сайте фонда «Гомель обл. имущества». Подробную информацию можно узнать по номерам телефонов Гомеля. 70-38-49 или 70-36-43. Кстати, 14, 15 и 16 ноября пройдут аукционы по продаже неиспользуемого госимущества. На торги выставят более 40 объектов, расположенных в разных районах области и в Гомеле. На этом у меня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...